Представьте себе ситуацию. Гуляете вы по набережной, наслаждаетесь спокойствием, и вдруг на ваших глазах разворачивается настоящее акробатическое представление. Так вот, не пугайтесь, это трейсеры, представители столичной субкультуры парку. О них сегодня более подробно. Продолжение следует... Чтобы понять философию паркура, нужно вспомнить себя в детстве. Мы ведь были более раскованы в своих движениях. Мы бегали, прыгали, перелазили через заборы, взбирались на деревья. Но чем старше становится человек, тем меньше свободы в своих движениях он ощущает. В повседневной жизни у него редко возникает мысль, например, перепрыгнуть через лужу или, скажем, прокатиться по перилам в подъезде. Мы ходим там, где есть для этого ровный тротуар, но и стараемся максимально безопасно обойти препятствия. Так вот, паркур – это, по сути, преодоление любых прекрат на пути, как физических, так и моральных. Конечно, взрослому городскому жителю чуждо желание скакать по каменным джунглям и кувыркаться на газон. А вот молодые и активные люди по всему миру, в погоне за адреналином, чувством свободы и самовыражения, готовы рисковать изо дня в день. Уличное движение паркура родилось в начале 70-х годов прошлого века во Франции. По сути, паркур не является экстремальным видом спорта. Это, скорее, определенный образ жизни, или, если точнее, способ выживания в этом мире. Ведь тот, кто занимается паркуром, не следует протоптанными дорожками. Он сам прокладывает себе путь. Искусство рационального перемещения и преодоления препятствий – есть паркур. Кстати, во многих странах в силовых структурах паркур и его элементы входят в программу подготовки личного состава, поскольку ни один вид спорта не включает в себя столько разнообразных дисциплин. Пришел я к этому, как и все, наверное, единомышленники. С фильмов все началось. Мы увидели 13-й район Ямакаси. Понравилось, завораживает. Причем тренировки проводятся очень легко, бесплатно. База тренировок – это наш город. Паркур, наверное, спортом не стоит называть. Это больше приурочено к культуре, потому что, как таковым спортом он и не считается, это субкультура, наверное, лучше так сказать. Конечно, эта культура травмоопасная, потому что выполняются сложные акробатические элементы, причем выполняются они без какой-либо страховки на улице. Ну, как бы, новички, которые приходят к нам, ребята, которые хотят начать заниматься, мы с ними проводим, конечно, базовые тренировки, постепенно их продвигаем к этому, ставим акробатику и в дальнейшем пытаемся избежать всей вот этой травмоопасности, травматизма, в принципе. Где-нибудь что-то ты прыгнешь и сразу все взоры на тебя уже, вау, или кто-то подбегает, о, повтори, или ну-ка расскажи о себе, как ты начал заниматься и можно ли мне научиться. Да, многих это удивляет, многим нравится, тем более это у нас не развито пока что. Это в Америке, там уже люди не обращают внимания, так мимо проходит, а у нас, да, встречаются все взоры на тебя. Вот, возможно, даже новичкам это и нравится, вот. Это как символ такой к саморазвитию. Мы проводим тренировки общие, получается, по выходным, когда все ребята могут собраться. Проводим также соревнования между собой. У нас есть баттлы, когда, допустим, мы скидываемся там по сотенге, по двести и победитель получает все, допустим, вот так вот. И это проходит среди и взрослой половины, и младшей половины. Впрочем, большинство трейсеров занимаются паркуром не ради овации, славы и соперничества. Это стало смыслом их жизни. Столичные трейсеры порой оттачивают свои акробатические трюки по восемь часов в день. Все потому, что не считают это спортивной тренировкой. Для них это, скорее, веселое времяпрепровождение. Однако уже сейчас уличное движение паркур стало почти во всем мире полноценным видом спортивного искусства. Вот и наши столичные Ямакаси хотят развиваться, выступать на различных площадках и обрести официальный статус. Хотелось бы, чтобы у нас появился зал все-таки. Не стремимся к этому, можем снимать его, но если бы это предоставит государство, было бы вообще великолепно. Занимаемся этим давно уже, на сцене Астаны давно выступаем, проводятся различные мероприятия, за что мы благодарны нашему Акимату и, в принципе, правительству. Но хотелось бы, конечно, большего, потому что один раз в год фестиваль проводить, для нас это мало. Хотелось бы чего-то побольше. А что зал даст для вас? Во-первых, зал даст безопасность. Превыше всего уже не будет этого травматизма. Люди будут отдавать своих детей. Например, они боятся отдать детей, тренироваться на улице, потому что здесь негде упасть, если падаешь, то уже критически. В зале, конечно, появятся возможности обучать новых людей, организовать школу паркура, развивать это более на высшем уровне, продвигать. В дальнейшем, конечно, перспективы – это цирк. Выступать в цирке, стать артистами цирка, например. Ну, для кого-то, может быть, это так. Для кого-то это до конца жизни остается просто движением и тем, что в сердце. Зимой иногда удавалось в колледже как-нибудь, может быть, на учебе заниматься в залах, но это совсем не то, что хотелось бы. Приходилось на снегу. Это тоже плюсы своего рода. Тоже иногда захочется на улице попрыгать, да и в холод, и в лед. Да, это травмоопасно, но мы старались как-то себя оберечь все равно. Подходили к каждому трюку по-своему. Сколько раз в год обращаешься в травмку? Пару раз точно. По разным причинам. Хочется прямо здесь, именно в Казахстане, может быть, даже в Астане, огромнейший фестиваль паркура, чтобы все люди знали, что это такое. И просто я бы хотел там присутствовать. Это вообще здорово. Кстати, не так давно всемирно известный трейсер из Великобритании Райан Дойл побывал в Астане. Акробат-фриранер путешествует вокруг света с целью испытать на прочность свое мастерство и технику паркура. Каждый новый сюжет – отдельная история, поражающая воображение мощным, смелым, захватывающим и дерзким стилем чемпиона мира по фрирану. За три дня Райан в буквальном смысле опробовал на прочность столичные крыши, балконы и бордюры Астаны. А также общался и делился опытом с местными трейсерами. Я верю в развитие паркура в Казахстане, но для этого вам нужно многое сделать. Во-первых, заинтересовать больше молодых людей и привлечь в паркур спортсменов из других видов. Это могут быть гимнасты, турникмены и другие представители силовых видов спорта. Мы в Ливерпуле с этого начинали и сейчас у нас есть академия паркура. Конечно, необходимо содействие властей и финансовая поддержка, но главное – это не останавливаться и идти к своей цели. И тогда все получится. Да, вдохновились все ребята, которые с ним встречались, тренировались. Он рассказал, как они там продвигают у себя этот вид спорта. Ну, больше культуру. Все вдохновились, все захотели так же. Именно поэтому вот сейчас все стали собирать более общие тренировки. Стало больше людей приходить на тренировки и стараться зал вот получить. Сделать что-то похожее, что у них только здесь, у нас. У них совсем на другом уровне, да. У них люди не восхищаются, когда видят на улице. Это как привычно уже. По словам чемпиона мира, он был поражен фактурой и разнообразием столичных зданий и общего ландшафта Астаны. И долго не мог поверить, что все это архитектурное изобилие было построено меньше, чем за два десятка лет. Райан Дойл отметил, что такой яркий и живописный город – самое подходящее место для любителей паркура и просто активных и целеустремленных людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!